Андрея Скофт. «Как мы с Вовкой». «Зимние каникулы». Книга третья. Литрес сам издат. 2021 год. Книга рекомендуется к прочтению взрослым, которые забыли свое детство. Очередная порция добрых историй. В третьей части возвращается бабка с дедом. Сами приезжают в гости, и их ждет масса приключений. Начиная от первой поездки в метро и заканчивая Красной площадью. Испытание елкой, горкой и общественным транспортом. Пройти все это достойно, сохраняя чувство юмора и небольшую долю бабкиного цинизма и простоты. Год новый, а идиоты старые. Но самое главное то, что все снова вместе. От автора. «Как мы с Вовкой. Зимние каникулы». Книга третья. И последняя. Последняя? Из серии «Как мы с Вовкой». В третьей части бабка с дедом сами приезжают в гости, к внукам, на зимние каникулы. Первый раз в большом городе. Столкнувшись лицом к лицу с опасностями мегаполиса, бабка, тем не менее, проходит их достойно и, как всегда, выходит победителем. Дед тоже не уступает ей в находчивости. Ну а мы с Вовкой помогаем им найти себе очередные приключения. «Слава Богу, что доехали. Пропади пропадом, ваша Москва. Чтобы она в метро ваше провалилась», – резюмирует бабка свое первое знакомство с Москвой. «Не дай Бог. Насмотрелась я вашей Москвы. Лучше уж вы к нам», – делает она заключительные выводы. А между этими двумя фразами еще масса приключений. Но в данном случае мы не всегда являлись причиной. Как-то у них это само хорошо получалось. Глава первая. Встреча. На зимние каникулы, когда я уже ходил в первый класс, а Вовка все еще в сад, к нам должны были приехать бабка с дедом. Так получилось, что они еще ни разу не были в большом городе, тем более в Москве. Это была их первая и последняя поездка в большой город. Да и мне так показалось, что лучше бы они не приезжали. Им и в деревне хватало приключений с нами. Но в данном случае от нас с Вовкой ничего не зависело. «Встречайте! Двадцать девятого, точка. Будем. В десять тридцать, точка. Девятый вагон, точка. Целуем. Точка. Такую телеграмму мы получили, и папа, видимо, не очень-то обрадовался этому событию». «Все-таки собрались», – задумчиво произнес он. «Ну ладно тебе, они же ни разу в гостях у нас не были за столько лет». Заступилась за них мама. «А спать как будем?» – поинтересовался папа. «Квартира у нас была двухкомнатная. В одной спали папа с мамой, во второй мы с Вовкой, на широкой кровати. Так что спать бабке с дедом было действительно особо негде». Мама посмотрела на нас, и я почувствовал, что это не к добру. «Ну, они у них могут поспать», – предложила мама и добавила. «Придется уплотниться». Я представил, что бабка с дедом почти две недели будут спать с нами, и не очень-то обрадовался. Судя по Вовкиному лицу, он тоже. «Я не хочу уплотняться и с бабкой спать», – возразил я. «Она храпит во сне. А дед пердит», – добавил Вовка. «Не переживайте, как приедут, так и решим, кто где будет спать и храпеть», – обнадеживала нас мама. «И что это за слово такое? Пердеть! Я попрошу вас следить за своей речью». «Ага», – согласился папа и засмеялся. «Дед у нас Голубков пускает». Я искренне надеялся, что мама с папой что-нибудь придумают. Как минимум, у нас свободна кухня, и еще коридор большой. Ведь дед точно не Голубков пускает. А если и их, то они сразу дохлые вылетают. В день приезда бабки с дедом, несмотря на то, что вставать надо было рано утром, мы с Вовкой напросились с папой встречать их. Мама занималась подготовкой к встрече и возражать не стала. «Без вас спокойнее будет», – сказала она, и мы с папой отправились на вокзал. Мы стояли на перроне, когда поезд подъехал. Папа рассчитал так, что мы оказались практически напротив девятого вагона. Поезд остановился, проводник открыл дверь, и пассажиры стали выходить. Народ шел, а бабки с дедом все не было. Даже когда люди перестали выходить, они все равно не появились. «Может, мы вагон перепутали?» – спросил я. «Или поезд», – предложил Вовка. «А может, они передумали приезжать?» – с надеждой в голосе добавил свою версию папа. Но тут в дверях появился запыхавшийся проводник. «Это не ваше там?» – спросил он у папы. «Бабка с дедом?» «Точно! У меня уже терпения не хватает. Идите сами туда!» Мы с папой прошли вагон. За нами следом проводник. «Вон туда!» – подсказывал он нам, хотя это было ни к чему. Бабку было слышно из тамбура. «Говорила я тебе, вошь плацкартная, что не трамбуй! Так нет! Лучше бы сзацвы туда затрамбовал!» Мы подошли и увидели, как дед пытается достать из-под сидения рюкзак, а бабка в свойственной ей форме высказывает свое мнение о деде. «Здравствуйте, мои хорошие!» – бабкин крик прекратился, как только она увидела нас. «Как же я соскучилась по вам! А ну, обнимите бабку!» В итоге выяснилось, что дед положил рюкзак в ящик под сиденье. Но он не очень туда помещался, и дед решил его уплотнить. «Мозги бы тебе уплотнить!» – ворчала бабка. «Нас тоже мама собирается уплотнять!» – услышал Вовка знакомое слово. «Давно пора!» – согласилась бабка с мамой. Наконец-то дед и папа с помощью проводника вытащили рюкзак из-под сиденья. Папа было взялся его нести, но дед сказал, что он никому не доверит ценный груз. «Что там ценного-то? У тебя ж окромя вставных зубов ценностей ты и нет!» «Что надо, то и есть!» – невозмутимо ответил дед. «Через несколько минут мы уже шли от вокзала к стоянке такси. Мы тут минут сорок на морозе проторчим», – заметил папа, оценив очередь. «Мне так долго стоять нельзя, у меня радикулит», – заметил дед. «Зато менингит тебе не грозит. У кого мозгов нет, тому нечего отмораживать», – съязвила бабка. «Видимо, ввиду отсутствия нас, все внимание бабки доставалось деду». «Значит, на метро», – заключил папа, и мы пошли к метро. «Стойте тут, я пойду пятаков наменяю», – сказал нам папа, оставив нас с бабкой и дедом возле турникетов. «Че это?» – спросила бабка, указывая на турникет. «Турникет», – объяснил я. «Бросаешь пять копеек и проходишь?» «Зачем?» – не поняла бабка. «Ну, это как в автобусе за проезд», – пояснил Вовка. «А, ясно, так у меня есть пять копеек», – сказала бабка. «Ну, тогда можно идти», – ответил я. Бабка достала кошелек, извлекла оттуда пятачки и пошла к турникетам. «А ты че, старый, примерз? Держи пятак и шлепай за мной, а то щас как уплотню тебя, и вы не отставайте». «Мы папу подождем, а вы проходите и ждите нас с той стороны», – ответил я. Дед повесил рюкзак на плечи и поплелся за бабкой. Бабка подошла к турникету, посмотрела, как проходят люди, и, бросив пятак в монетоприемник, пошла. Дед за ней. «Бабка-то прошла, а вот деду досталось костылями. Куда именно, я не понял. Он просто стоял и дергался в проходе между турникетами, пытаясь освободиться, запутавшись тулупом в костылях». «Твою в деревню, как тебя угораздило-то! Так я за тобой пошел!» «Жив?» «Ага», – ответил дед, – «только испугался малеха. Хорошо, что в поезде в туалет сходил. Точно обконфузился бы». Тут подбежала тетенька-контролер. «Дедуля, не дергайтесь, а то турникет сломаете». «Я тебя щас сломаю», – ступилась бабка. «Вон и костыли уже готовы. Дед у меня всю войну прошел, без единого ранения. А вы ему тут чуть яйца не оторвали. За наши же деньги!» «Никто никому ничего отрывать не собирался», – пояснила тетенька. «Тогда верни наши деньги и деда освободи. Вот мой пятак. Сохранности», – продемонстрировал дед монетку. «Так вот поэтому вам проход и перекрыло», – объяснила тетенька. «Нужно было пятачок сюда бросить и проходить». «Так бабка бросила уже?» «Бросила?» – хмыкнула бабка. «Бабка щас тебя тут бросит, чтобы мозги поискал». «Народа-то много!» «Может, и обронил кто, а ты найдешь, если повезет. Только большие не бери, а то шибко умным станешь». Дед бросил пятак в турникет для прохода. «Вот, теперь можно», – сказала тетенька. «Идите». «Самамы и красота», –bral ебалья в турнире. Идите».